Меня зовут Ксения, я работаю в компании AirVision на должности аналитика. Если говорить чуть попроще, то помогаю в разработке аналитической платформы Sense. Но сегодня мы поговорим немножко о другом продукте, который тоже есть в AirVision, но к его разработке я отношений не имею. Тем не менее, тоже классный продукт. Если интересно, подходите к нашему стенду. Маркетинга моей презентации не будет, так что кто хотел маркетинг, то в другом месте. Что же… Оно, по-моему, совсем плохо работает. Почему же я все-таки решила выбрать именно эту тему? Мне как аналитику показалась очень интересна боль обычного сотрудника службы безопасности. Я решила провести исследование, чтобы понять, а как же эту боль можно решить. Потому что инсайдеры есть всегда, они были, они будут, но как-то эффективно с ними бороться пока не особо получается. О чем же мы сегодня поговорим? Ну, для начала мы вообще рассмотрим, какие есть типы нарушителей. Посмотрим на известные утечки. Все-таки инсайдеры являются одним из главных нарушителей, которых есть утечки. Посмотрим вообще, как происходит расследование. И в конце я расскажу про Deception и про свои выводы, которые сделала во время исследования. Ну, про внешнего нарушителя знают все хакеры, они в округе, они нас атакуют, это ужасно и плохо. Но, тем не менее, мы с каждым годом все лучше с ними боремся. У нас появляются там центры мониторинга. Мы начинаем учиться у этих внешних нарушителей, подсматриваем их техники, тактики и как-то стараемся отмениваться этими данными. И это прям классно, это радует глаз. Но чем сильнее мы боремся с внешним нарушителем, тем больше на первый план выходит внутренний нарушитель. Это обычные сотрудники, которые работают с нами, у которых есть все доступы, и они могут спокойно все данные, которые мы там героически хотим охранять, к сожалению, вынести снаружи. Ну, первое, наверное, о чем хочешь сказать, это одна из последних утечек. Так, поднимите руку, кто был задействован в утечке Яндекса. Да, я вижу, что там сзади прям много людей пострадали. Сочувствую. Тем не менее, 1 марта, если кто не в курсе Яндекс.Еда, опубликовали заявление, что у них была утечка данных клиентов, и они очень были не рады этому, но тем не менее, в этой утечке был как раз-таки задействован внутренний нарушитель. К сожалению, утечки не только у Яндекса, очень много утечек, если посмотреть за, не знаю, последние полгода, мне кажется, утечек было много, а до этого полгода тоже было много. Короче, утечки, они есть, и они есть всегда. Хочется спросить, почему же, почему они есть, почему так. Если смотреть на данные, то 21 апреля суд в самоскоречии вынес Яндексу приговор в виде штрафа 60 тысяч рублей за то, что они нарушили законы персональных данных. Ну вот на слайде конкретно, как пострадала я, куча спама, ну ладно, жить можно. Если смотреть на статистику, то по данным аналитического отчета одного из вендоров на долю утечек где-то примерно 80% это именно внутренний нарушитель. То есть те хакеры, которые нас атакуют, оказывается, не так сильно выносят данные, как внутренний нарушитель. Но, наверное, каждый из вас скажет, как так? Нет, не может быть такого. Скорее всего, маркетинговый ход. Нужно продавать ДЛП-решения, поэтому они так сделали. Поэтому я решила тоже провести свой опрос и посмотреть действительно, насколько эти данные реальны. И, в принципе, цифры примерно аналогичные. Вопрос звучал очень банально, но, как я поняла, попал сердечко. Русский менталитет гласит к тому, что все в дом, все хорошее, все к себе. Вот вы сейчас проходите тут кучу стендов, всякие, не знаю, там, ручечки, блокнотики и прочее. Зачем вам эти ручки и блокнотики? Не знаю, зачем, но нужно взять. Поэтому все в дом, все несем к себе. Есть какие-то данные с работы. Конечно, надо их себе сохранить на флешечку. Вдруг пригодится. Вдруг я там в следующей работе буду этим заниматься, а у меня хоп, и куча документов. Ну, блин, ну полезно же. Если вы тоже хотите поучаствовать в опросе и там убедиться или, наоборот, сказать, что я не права, переходите по ссылке. Буду рада вашим ответам. Ну, ладно, опросы опросами. Давайте посмотрим, что говорят реальные данные. Да, я немножко, как сказать, ушла в сторону и решила залезть в годовые отчеты. На данном слайде есть выдержка из отчета одного банковского гиганта, Сбера. И если прям вчитаться, то можно сделать выводы, что примерно на 200 человек один инцидент в год происходит. То есть это не расследование, это прям хороший инцидент, который уже подтвержден. Поспрашивав у своих коллег, друзей и прочее, в принципе, даже опираясь на свою практику, реально такая статистика. Что же нам говорит законодательство? Ну, если человек действительно разгласил данные, которые относятся к какой-либо из тайн, в том числе коммерческие, персональные данные и прочее, то можно расстолкнуть с ним договор трудовой на основании статьи 81 Трудового кодекса. Но, к сожалению, все не так просто. Чтобы уволить человека, должны быть реальные основания. То есть первое, действительно, он должен что-то серьезное разгласить. То есть если вы видите, что у вас сотрудник сказал, что вот у меня такая заработная плата, и вы такие, не, вы что, это же коммерческая тайна, как ты посмел? В итоге это незаконно. То есть заработная плата не является коммерческой тайной. Иначе мы каждый раз разглашаем коммерческую тайну, когда получаем визу. То есть вот нас спрашивают, какой у вас доход, иначе мы не дадим визу. Ну все, коммерческую тайну разгласили. Также человек должен подписать NDA, соглашение о неразглашении. То есть он должен понимать, что в компании у нас действительно есть режим коммерческой тайны, что вот есть данные, которые нельзя разглашать. И должен поставить свою подпись. Если он это не сделал, то человек не знал. Ну и, конечно же, последнее, то, что нужно реально доказать, что он это разгласил. Если вы не можете доказать, что он это разгласил, человек ни при чем. Ну вот, ладно, у нас произошла утечка. Что же делать? Заниматься расследованием. Первое, с чего начинается все-все-все, это с самого факта разглашения. То есть стоит у нас DLB-система. Или мы каким-то другим способом узнали, что произошло, не знаю, какой-то слив, еще что-то. То у нас издается приказ о служебной проверке. Причем обязательно этот приказ должен быть о каком-то инциденте, а не о человеке. Потому что если мы условно за месяц не сможем собрать доказательства и привести какой-то реальный вывод, то мы не сможем наказать человека просто из-за того, что прошел срок давности и все, мы опоздали, наш поезд ушел. После этого формируется некая комиссия. Обычно состоит из трех человек. Это HR, какой-то специалист из области, какой-то эксперт, ну и сотрудник СБ. Они собирают доказательства, обязательно собирают объяснительные, могут поговорить в письменном виде, должна быть объяснительная. Причем не только с виновного, но и с тех, кто задействован, может быть полезен. После этого вносится какое-то решение. То есть мы должны понимать, что если человек там условно стащил ручку, то ладно, это не так страшно. То есть у нас должно быть понимание, что действительно тяжесть преступления соответствует тому, что нужно действовать дальше. После всего этого на стол генерального директора идет приказ. То есть он видит, что происходит, и может либо дисциплинарная ответственность, либо увольнение, если у нас тяжесть преступления и нанесенный компанией урон действительно большой. Ну и в конце сотрудника со всем этим знакомят и прочее. Думаю, что вы уже поняли, что процесс большой, запутаться в нем реально. И если какой-то из пунктов мы пропустили, не взяли какую-то подпись, что-то не собрали и прочее, то по факту может случиться так, что сотрудник докажет свою невиновность. И месяц работы, коту под хвост. Ну давайте же вернемся к кульминации. А при чем тут deception? Мы говорим про инсайдеров, про то, как защищаться от внутреннего нарушителя. Для тех, кто вообще не в курсе, что это за класс решения, то deception позируется на технологии обмана. И у нас, если прям совсем общими словами, есть два компонента. Это приманки и ловушки. Если рассматривать классический deception, то приманки обычно это какие-то запрошенные файлики с кредами админа к какому-то, не знаю, серверу. И когда хакер находит этот файлик, он такой, о, у меня есть креда, нужно зайти и посмотреть что-то. И попадает в ловушку как раз-таки этот вот, не знаю, сервер, который ему показался очень интересным. И, следовательно, пока он там разбирается, пока копается, пока то-се, мы выигрываем время. То есть таким образом мы можем получить, во-первых, понятие, что к нам кто-то залез. Во-вторых, понять, где он и как он перемещается по нашей инфраструктуре. То есть если мы можем отследить его действия, то мы уже понимаем, как нам с ним бороться. Ну и последнее, пока он копается в нашей паутине, мы можем как-то выиграть время для реагирования, что очень важно. Да, deception, наверное, подходит не всем. И если у вас, словно, там плоская сеть и про ролевую политику вообще никто даже не знает, внедрять deception, кажется, рановато. Но, с другой стороны, вы можете внедрить, посмотреть, какой у вас там ужас и заняться безопасностью. Тем не менее, если мы можем поймать таким образом внешнего нарушителя, почему мы не можем поймать внутреннего нарушителя? Сделать такие же приманки и ловушки для людей, которые изначально недобросовестные сотрудники, которые могут также зайти в эту подстальную CRM, скачать данные клиента в себе куда-то. И таким образом мы понимаем, что ага, у нас внутри есть крот. Это явно будет большим плюсом, потому что эти данные, которые мы можем сделать в ловушках, они могут быть нереальными. То есть человек может унести, но унести не то, что там уже важное, которое реальные данные, а что-то такое очень, кстати, виртуальное, как я вот показывала на слайде с Яндексом, заказы нашего любимого Ленина. То есть по факту проблема ДЛП в том, что мы уже постфактум реагируем на утечку. Мы видим, что данные уже унесли и начинаем это разбирать. А если мы увидим это чуть-чуть пораньше, то мы сможем как-то предотвратить это. Давайте подведем выводы. Первое, что у нас действительно есть инсайдерская угроза, это, увы, факт. Законодательство сейчас не заставляет нас как-то это бороться. Проще заплатить штраф максимально 100 тысяч, чем тратить миллионы на защиту. Про расследование. Очень долгий, муторный процесс. Если его автоматизировать, то большая часть безопасников выдохнут, потому что у них будет понятная система, они ничего не забудут, они будут понимать, что делать, как шаблоны документов и прочее. Ну и последнее, то, что ловушки, которые мы можем сделать с помощью технологии Deception, они помогают нам заранее посвятить недобросовестных сотрудников и тем самым защитить наши данные, не позволив их утащить. Спасибо за внимание. Да, тут вопросы есть. Да, спасибо большое за доклад. Очень интересно. У меня два вопроса. Первый – это, а по какому принципу выбираются данные, которые будут ловушкой? И нет ли риска, что вы положите что-то слишком привлекательное, и, может быть, человек бы и не стал сливать данные, а тут у него лежат прям супер-мега-ноу-хау, который он точно знает, что протест. Как выбрать данные, чтобы не слишком спровоцировать работника? Да, на самом деле здесь вопрос очень интересный. Мне кажется, что большая часть людей, да, она может специально спровоцироваться, но после разговора ты можешь понять, что человек там не хотел что-то плохое сделать. То есть даже если смотреть на мой опрос, большинство людей забирают эти данные, но они не хотят их как-то во вред принимать. То есть они будут просто где-то лежать, возможно, даже никогда ими не воспользуются. Мне кажется, что просто можно посвятить этого человека на радарах и на будущее понимать, что такая угроза есть. И после разговора с ним обычно понятно, специально он хотел это сделать, не специально. То есть человек начинает понимать, что его поймали за руку, и по его реакции, по его действиям можно судить, насколько это потенциально или просто человек захотел себе все в дом, все в дом. Спасибо большое. Все? Два вопроса? Ну, вы на второй тоже ответили. Отлично. Ксения, спасибо за доклад. У меня вопрос тоже про внутреннего нарушителя, но который уже закончил работу в компании. В частности, заключается NDA на то, что ты не разглашаешь сведения о внедрении, но при этом этот сотрудник, уволившись, в своем резюме прекрасно расписывает, что я выполнял внедрение в компании А, таких-то средств. Как здесь быть? Да, я тоже об этом думала, потому что приведу простой пример. Когда я еще училась в школе, у нас одна из учительниц была одним, как сказать, из экспертов на ЕГЭ, и она все знания, которые ей там давали, выносила не на листиках, ничего в голове. То есть по факту все, что она видела, она это все запоминала, привозила нам, такие вот реальный Ким, там, ЕГЭ, давайте готовиться. Мне кажется, что с этим пока очень сложно бороться, потому что как ты заставишь человека не выносить, если он не следует NDA? Спасибо. И второй вопрос. Тут скорее этический. Тот же самый NDA заключается в соглашении между компаниями о том, что там передача данных выполняется только через определенные средства, при этом компания-интегратор не стесняется на разных уровнях пересылать себе данные. Как это можно решить, по твоему мнению, и сколько времени потребуется на изменение этики людей по отношению к неразглашению тех или иных данных, под которые они подписываются? Про NDA. Вчера доклад был на секции безопасной разработки, и там было очень явное мнение, что в России нет NDA, и что все, что ты там узнал, ты можешь разглашать, ничего тебе за это не будет. К сожалению, есть в этом небольшая правда, то есть даже вот по тому расследованию, которое я рассказала, очень вкратце, на самом деле, мне кажется, что там можно его развернуть еще сильнее. Безопасники становятся больше как, не знаю, какие-то ведьмы с медлами, типа, оу, мы вас накажем, а по факту ничего. То есть ты видишь, что, ага, у тебя там, не знаю, коллега все вынес, ему там погрузили пальчиком, сказали, что, ух, больше так не делай, и все. И если нету какого-то реального наказания, то люди несерьезно это будут воспринимать. Но с другой стороны, да. Там еще... А, да? Ну, вот несколько вопросов появилось, да. Большое спасибо за доклад. 80% выносят именно внутренние, именно сотрудники, да? Да. Но мы говорим о том, что 80% всего сотрудники, а есть какой-то процент, который выносит, то есть случайно, то есть там на работу взять и так далее, а кто-то именно за деньги их сливает. То есть там ему 100 долларов платят, он там все данные предоставил. Да, такого, не знаю, опроса я не видела, именно данных, но мне интересно погрузиться в эту тему, узнать, чем уже движет людьми. Но, тем не менее, сталкивалась с тоже очень интересным вопросом, который задавался на одной из конференций. Если к вам пришел конкурент, ну, к вашему сотруднику, и предложил там слить за определенную денежку, что вы сделаете? Там некоторые говорят, не, мы ничего не будем. Кто-то да, но большая часть людей ответила, а сколько предложат. Так что все зависит от того, сколько предложат. Хорошо, а вот еще тогда вопрос. Говорили о том, что наказание человеку, слившую информацию, там, увольнение. Не будет ли это глупой идеей увольнять человека? То есть там, например, ну, по крайней мере, с каким-то человеком не специально. Да, да, я поняла. Так, скажем, вызвал угрозу какую-то, его увольняют за взлом. Вы увольняете человека, который знает, как взломать вашу сеть, там, да, и так далее в данный момент. Вы, то есть, провоцируете его на плохие действия. Не будет ли это как-то? Да. Мне кажется, что в целом, если сравнивать даже по отчету Сбера, увольнений там не особо много. То есть большая часть расследования заканчивается просто дисциплинарным засканием, и все. То есть увольнение в целом крайне редко идет. И вот тогда последний вопрос. Компания, Яндекс, штраф 60 тысяч. Это смешно. Это грустно. Ну, да. Но нет ли там никаких планов поднять цену за, ну, так скажем, штраф? Сейчас, в целом, после всей этой истории, казалось, что 60К и на этом все закончится, но нет. Писали, что сделали уголовное дело по поводу нарушения законоперсональных данных. И в целом планируют как-то сделать более жестче. И надеюсь, что к этому будет стремиться, и оно как-то поправит ситуацию. Спасибо за доклад. Хотелось бы тут оптимизм немного сбить по поводу НДЕ и нарушения. Вы знаете, вот сейчас, буквально, по-моему, в следующем месте выйдет человек, легко нагугливается судебное решение, Зеленин, Зеленоград, Сибербанк. Кстати, в Сибербанке не умеет в аномалии трафика, не знаю, про что там, в инфляционную безопасность. Он слил, соответственно, базу данных по клиентам Сибербанка и, соответственно, потом писал еще письмо Грефу там. Они у него купили эту, соответственно, базу данных, ну, потому что они не умеют в инфляционную безопасность, понимаете, в аномалии трафика вот это все. Сколько предложат? Вот, 25 миллионов рублей он должен теперь в Сибербанку. И он вот, вот он еще не вышел, там, два года, 10 месяцев. Но скоро выйдет. Вот в Сибербанку тоже приготовиться, я думаю, надо. Вот как-то так. То есть, понимаете, вы говорите 60К, 60К это Яндекс. Яндекс 60 миллионов бы потянул. А лично мы, мы вот, ну, не мы, а те, кто, ну, конечно, не я. Но вы пострадавшие. Вы, кто вот смеется там, соответственно, не пострадавшие, кто может, хочет что-то нарушить, вы заплатите 60 миллионов. Но для нас сумма, ну, для меня, конечно, ну, и для меня сумма тоже, в принципе, как-то так. Хочу, да, добавить, что сильно зависит от компании. То есть, если это крупносерьезная компания, то да, она будет требовать. Да, и для компании тоже. Если вы сможете сформулировать то, что человек что-то написал там на линке Едине, он написал у себя там, я внедрял то-то, там-то, и это вам повредило, вы тоже сможете это взыскать, безусловно. Даже, по-моему, это студент-юрист, там, знаю, курс второго, все, Василий вполне такой иск в защите это. Да. Спасибо за интересный доклад. Ну, раз уж мы коснулись вопросов морали, а они достаточно важны в разработке программного спечения, тем более в безопасности, то есть вопрос у меня к системе десепшена в том плане, что не создаем ли мы соблазн такой системы для сотрудника, для того, чтобы воспользоваться какими-то благами, информацией, которая перед нами стоит, для того, чтобы слить ее. То есть это похоже на провокацию. Например, сотрудникам органов такие мероприятия запрещены, как минимум до юра. Почему коммерческим организациям это не запрещено? Не кажется ли вам это немножко неправильно с точки зрения морали и подхода к работе с сотрудниками? Ну, до этого был доклад как раз-таки связан с тем, что рассылали людям какие-то письма, чтобы понять, насколько они в целом могут реагировать на фишинг. Почему нельзя так же тренировать людей? То есть по факту, да, это плохо, и если рассматривать тоже фишинг, если тебе пришло какое-то сообщение, то многие из сотрудников жаловались, что а чего это вы на нас тренируете? То есть да, вы нам сказали, что нельзя фишингом, а вы тут какие-то еще учебные, не знаю, письма нам рассылаете, мы с этим не согласны. То есть у этой страны есть как плохая, так и хорошая. Выбирать, чем пользоваться, мне кажется, что дело именно компании. А мне кажется, что это больше похоже не на тренировку, а на дрессировку собачки, которая дает еду, и она не должна ее съесть. Она вкусная вот здесь, но ее дрессируют для того, чтобы она ее не ела. И это не тренировка, а скорее дрессировка. Отчасти, наверное, да. Так же, как и с вишенком. Спасибо. Нет, просто хорошая мысль про пожарную безопасность. Каждая из нас тоже же проходит пожарную безопасность, тоже есть тренинги. Да, то есть вас отрывает от работы, чтобы вы вышли на улицу, постояли на улице, и вам кажется, что все это очень странным. То есть я мог поработать в это время, меня взяли и там вытащили, а еще нужно, короче, на манекене показать, как оказывать первую помощь. То есть... Да, спасибо. Так что, увы, иногда приходится выбирать, что ты хочешь сделать. То есть ты хочешь научить человека на какой-то своей ошибке, или человек научит тебя, ошибившись уже позже, то есть брать ту же пожарку. Мне кажется, вот эта вот дрессировка, она очень важна, несмотря на то, что кажется иногда пустой тратой времени. Есть еще вопросы? Время. Всем спасибо большое, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Продолжение следует...